мусклуб на проводе современники глинки верстовский альябев варламов гурилев пожалуйста мусклуб на учебе КОНЕЦ КОНЕЦ Многие поколения русских людей распевали мелодии из Аскольдовой могилы. Повсюду звучали в быту грациозные песни девушек, протяжные песни рыбаков и песни скомороха Таропа. И даже в годы полного расцвета русской классической музыки, в годы, когда на оперную сцену вышли Евгений Онегин, князь Игорь и Борис Годунов, неприслизательная опера Верстовского продолжала привлекать толпы зрителей. В чем же секрет этого неумирающего успеха? Аскольдова могила нравилась благодаря занимательному сюжету, эффектной постановке, волшебной романтике фантастических сцен. Но главной причиной успеха была все-таки сама музыка Верстовского, простая, доходчивая, насыщенная живым звучанием русских песен. Композитор чутко уловил дух и характер бытовой музыки своего времени. Опираясь по преимуществу на жанры городского фольклора, он сумел передать в своей опере и задушевную грусть романсовые лирики, и жироту народных протяжных песен, и энергичный ритм удалой цыганской пляски. На этой основе ему удалось создать красочный яркий спектакль. В романтическом освещении предстали перед зрителем образы легендарной Киевской Руси, картины древнеславянского мира. Сюжетом для оперы послужил одноименный роман Загострина. Действия Аскольдовой могилы происходят в X веке, в древнем Киеве. Молодые герои, княжеский дружинник Всеслав и дочь рыбака Надежда, любят друг друга. Но их любовь подвергается тяжким испытаниям. Надежду похищают приближенные киевского князя. С помощью ловкого скомороха Торопа Всеслав освобождает свою невесту, и молодые люди спасаются бегством. Их настигает погоня, гибель уже близка, но традиционная счастливая развязка неожиданно разрешает все противоречия. Князь прощает беглецов. Наивность сюжета и условное освещение исторических событий заметно отличают оперу Верстовского от монументальных, величественных опер Глинки. К тому же Верстовский, в отличие от Глинки, не мыслил оперу как цельное музыкальное произведение, а придерживался старой традиции смешанного музыкально-драматического спектакля. Музыкальные номера у него чередуются с разговорными диалогами и возникают по ходу действия в качестве своего рода музыкальных обобщений или музыкальных портретов действующих лиц. После Глинки к такому жанру оперы с диалогами уже не обращались русские композиторы. И все же, несмотря на известную ограниченность драматургических средств, опера Верстовского до наших дней сохранила свою художественную ценность благодаря яркой и самобытной доходчивой музыке. Особенно полюбилась слушателям песня-баллада «Скомароха Таропа», которую сам Верстовский считал лучшим своим произведением. В сценическом отношении этот номер занимает центральное место в опере. Он совпадает с самым ответственным драматическим моментом в развитии сюжета – сценой освобождения надежды. Собрав вокруг себя княжескую челядь и стражников, Тароп запевает песню о девушке, которую когда-то давно похитил злой боярин по прозванию Карачун. Широко и свободно льется удалая молодецкая песня. Все внимательно слушают певца. «Что за голос золотой? Сказка будет хороша!» – припевают слушатели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Сказка будет хороша!» Ну вот песня переходит в рассказ, повествование. Смелый Витязь освобождает прекрасную пленницу. А в это время на сцене совершаются действительные события. Никем не замечено и появляется жених надежды Всеслав Субтитры создавал DimaTorzok И потихоньку уводит ее из терема. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Другая сфера музыкального творчества привлекала Выдающегося композитора того времени Александра Алябьева. Если Верстовский, как театральный деятель, Всегда тяготел к сценической музыке, связанной с движением, Действием, то Алябьеву ближе всего настроение, Раздумья и размышления, глубокой и вдумчивой лирики. Современник и друг поэтов-декабристов, Он чутко воспринял и отразил в музыке Новые веяния русской поэзии, Ее душевность и гуманизм, Ее психологический строй, Ее романтическую приподнятость. В своих романцах он широко раздвинул Рамки русской вокальной лирики, Вложил в нее глубину и значительность содержания. С его романцами вошли в русскую музыку Темы свободолюбия и протеста, Темы гражданского долга, мужества, любви к родине. В них ярко отразились трагические образы Изгнания, пленения, одиночества, Столь близкие русским людям После разгрома восстания декабристов. Этими настроениями наполнены его романсы На слова Пушкина «Зимняя дорога», «Два ворона», «Узник». Отразились они и в скорбной элегии «Вечерний звон». В годы сибирской ссылки Алябьев создал один из лучших своих романцев «Иртыш» на слова сибирского поэта Веттера. Это произведение можно считать Лирической исповедью композитора. В печальном монологе изгнанника Певца Ганимова судьбой Запечатлел он свои тяжелые думы. Простая песенная мелодия романса Во втором разделе переходит в драматический монолог. Призывно и страстно звучит Патетический возглас героя, А я, лишенный здесь свободы, Дышу для Родины дорогой. Гребец молодой судьбой гонимый При бреге быстрых вот сидел И грустью скорбною томимый Развуку с Родиною пел Шуми и ртыш, струитесь воды, Несите грусть мою с собой А я, лишенный здесь свободы, Дышу для Родины дорогой. А я, лишенный здесь свободы, Дышу для Родины дорогой. Для Родины, для сердца милой Я в них все счастье имею В кругу родных всегда любимый Там радости одни я пел Шуми и ртыш, струитесь воды, Несите грусть мою с собой А я, лишенный здесь свободы, Дышу для Родины дорогой. А я, лишенный здесь свободы, Дышу для Родины дорогой. Среди лирических песен Алябьева Выделяется русская песня «Соловей» на слова Дельвига, Песня, ставшая в подлинном смысле слова «народной». Алябьеву удалось вложить в эту простую мелодию Своё восприятие Родиной, Свою любовь к родной земле. И самый образ «Соловья», певца русских лесов, Стал для него поэтическим символом родного искусства. Песня Алябьева вошла в репертуар прославленных певиц всего мира. Её разрабатывали в фортепианных вариациях «Глинка» и «Лист». Существует она и в различных инструментальных переложениях. Интересно отметить, что у самого композитора Она лишена тех сложных колоратурных украшений, С какими она обычно исполняется на концертной эстраде. Алябьев написал её в форме простой куплетной песни с припевом. Песня Алябьев 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 Начальная тема трио близка к задушевному романцу. В дальнейшем своём развитии она обогащается Грациозными пассажами фортепианной партии. Лирический образ уступает место стремительному порыву. Нельзя не отметить высокого пианистического мастерства композитора. Детально разработанная партия фортепиана свидетельствует о прекрасном владении инструментом. В своих камерных ансамблях Алябьев обычно сам исполнял фортепианную партию. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Имя Алябьева было уже хорошо знакомо любителям музыки, когда в начале 30-х годов на музыкальном горизонте появился другой мастер романса – Александр Варламов. Деятельность Варламова протекала по преимуществу в Москве, где любили русскую народную песню и увлекались страстным темпераментом пением цыган. Мелодии Варламова вскоре зазвучали повсюду. Громкую славу композитору принесла его лирическая русская песня «Красный сарафан». По словам современника, песня эта была певаема всеми сословиями – и в гостиной вельможи, и в курной избе мужика. «Красный сарафан» 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 «Пустина и пыльная шелковой потой» «Очень молодец килет бессилинEND собой» «Олишь и людевич нее, чтоб не поменять» Торопится замужем, охотно взлетал. 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 Варламов обладал редким мелодическим дарованием. Его можно в полном смысле слова назвать «мастером русского бельканто». Широкие и распевные варламовские мелодии, вокальные уже по своей природе. В них всегда ощущаешь живое звучание человеческого голоса, живое дыхание певца. Оттого так удавались ему протяжные песни, полные мечтательной грусти, пленительной своей душевной открытостью. Вот одна из лучших его песен «Ах ты время, времечко» на слова Цаганова. Естественно и свободно льется ее протяжный напев. О нем так и хочется сказать словами Тургенева. В нем была и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская правдивая горячая душа звучала и дышала в нем. И так и хватало вас за сердце, хватало прямо за его русские струны. Песня росла, развивалась. Песня росла, развивалась. Песня росла, развивалась. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Любил Варламов и скорую плясовую песню Песню привольную, разудалую, полную страстного порыва В таких песнях явно отразилось влияние цыганского пения Особой исполнительской манеры певцов-цыган Все в них – широкий размах мелодии, гитарный аккомпанемент И четкий чеканный ритм – все создает особое настроение Устремленности, энергии, силы Навсегда вошли в репертуар наших певцов Такие известные песни Варламова Как «Вдоль по улице метелица метет» Что мне жить и тужить Оседлаю коня коня быстрого Нередко Варламов объединяет в одном произведении Две песни контрастного типа Медленную и быструю И создает на этой основе своеобразный жанр Сдвоенной русской песней Или двухчастной песенной арии в народном духе Лучшим примером такой композиции Могут слушать две песни Только что прозвучавшая лирическое протяжное Ах ты, время, времечко И бойкая плясовая «Что мне жить и тужить» Которую композитор написал как дополнение к ней В песне «Что мне жить и тужить» Особенно полно высказался яркий темперамент Композитора Варламова Присущие его музыке Литмическая энергия, собранность и страстность «Что мне жить и тужить» «Где ж ты, мой, друг, пилой, черноутой» «Где ж ты, мой, друг, пилой, черноутой» «Не хочу жить с тоской, друг, с тобой» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Александр Гурилёв. Как и Варламов, он широко использовал в своей музыке типичные темы попевки и обороты народных бытовых песен. Как и романсы Варламова, на романсы Гурилёва сразу же вызвали общенародный горячий отвлек. В них современникам слышались родные звуки, в них ярко отразились скорбные настроения после декабристской поры, тяжелый дум, поскаку утраченным идеалам, жажда освобождения. Основным жанром творчества Гурилёва стала лирическая песня в народном духе. Именно к этому типу принадлежат самые известные его произведения «Матушка-голубушка», «Огнозвучно гремит колокольчик», «Нешумитый рожь» с пелым голосом. Однако в сравнении с широкими песенными мелодиями Варламова русские песни Гурилёва приобретают более камерный, интимный характер, приближаясь к мечтательному романсу. Важным выразительным средством у композитора становится плавный ритм вальса. Гурилёв как бы заново переплавляет привычные танцевальные ритмы в духе и строе русской народной песни и придает своим мелодиям оттенок мягкой женственной грации. Плавное движение вальса сразу же ощущается в прелестной лирической песне Гурилёва «Вьётся ласточка сизокрылая». Плавное движение вальса сразу же ощущается «Вьётся ласточка сизокрылая» 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 Гурилёв обладал тонким поэтическим слухом. Творчество народного поэта Кольцова вдохновило его на создание замечательного романса «На заре туманной юности». На заре туманной юности Всей душой любил я милую. Был в глазах её небесный свет, На лице горел любви огонь. Что пред ней ты утромайское, Ты дуброва, мама зелёная, Степь трава, борча желтая, Заря вечер, ночь волшебница. Хороши вы, когда нет её, Когда славе делишь путь с тоску. А при ней восходы бы не было, С ней зима, весна, ночь, ясный день. Не забыть мне, как в последний раз, Я сказал ей, прости, милая, Так знать, Бог, милая, Расстанемся. Ах, но когда-нибудь увидимся. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ярко проявилось дарование композитора и в романсах на слова Лермонтова. В небольшом романсе монологии «И скучно и грустно» он с большой искренностью отразил настроение лермонтовской думы, мысли о судьбах своего поколения. Выразительная декламационная мелодия этого романса близко напоминает творческую манеру Дорогомышского. Искучно и грустно Субтитры создавал DimaTorzok Все лучшие годы Любить, ну-ка, Боже, на время не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok И радость, ну-ка, Боже, на время не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В той или иной мере Испытал на себе влияние глинкинского гения. Каждый из них достиг творческого расцвета в 30-х годах XIX века. То есть именно в те годы, когда создавалась первая опер глинки Иван Сусалин. Первая русская классическая опера. Но величие глинки не уничтожило, не зачеркнуло для нас то лучшее, что было создано его собратьями по искусству. В песнях Алябьева, Варламова и Гурилева, в операх Верстовского живут стремления и думы многих поколений. Живут думы и чувства многих русских людей, которым были так дороги эти простые напевы. Дороги они и для нас своим основным качеством народности. Верстовский, Алябьев, Варламов, Гурилев. Народный университет музыкальной культуры. Вторая часть, комплект первый, пластинка первая. Министерство культуры СССР, Мелодия. С70, 12631, 12632.